В один осенний солнечный день на свет появилось маленькое счастье. Оно появилось в тот день, когда на земле родилась чудесная девочка, потому что оно было счастьем именно этой девочки. Вы же догадались, что эта девочка я, и маленькое цветное счастье мое. Сначала я мечтала стать знаменитой художницей. Я занималась художественной студией, брала в руки кисти и творила, как Ван Гог или Мане. Мама посмотрела на мои художества и отвела меня в музыкальную школу. Я стала представлять себя великим музыкантом и мечтала играть, как Ванесса Мэй. Ну, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. И вот что получилось. В далекой стране жил-был один садовник. Он боготворил растения и каждый год высаживал в своем саду по несколько новых аллей. Однажды друзья подарили ему семена разных деревьев. Это были желуди старого дуба, семена клёна, яблони, груши, несколько орехов. Садовник очень нежно отнесся к этому подарку. Он посадил семена и регулярно поливал их, рыхлил землю, даже разговаривал с будущими росточками. И вот наступила весна, и раскрылись первые листочки, появились веточки с бутонами. Наконец они лопнули, и маленький росток превратился в крепкое молодое деревце. Весна сменилась жарким летом. Садовник по-прежнему ухаживает за своим садом, защищает от вредителей, укрывает от палящих лучей. Молодые питомцы садовника растут, улыбаются и кланяются соседним деревьям, приветствуя их по утрам. Наступает осень, и каждое растение щедро благодарит садовника своими плодами и новыми семенами. Дорогие коллеги, мне кажется, что мы и есть с вами те самые садовники в своем саду. И именно от нашего мастерства, желания, любви к детям, зависит, станут ли будущие урожаи щедрыми. Сегодня я с гордостью могу сказать «Я учитель». Уверена, это мое призвание. Работа в школе – мой путь. Путь, по которому я иду прямо и не собираюсь останавливаться. В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит – идти. Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Редактор субтитров А.Семкин